Приветствую! Закончился месяц мая, это значит, что время подвести итоги работы судебной системой в контексте вынесения приговоров за уклонение от мобилизации. Итак, за месяц май мы имеем следующий счет 111,5,1. Что значат эти цифры? 111. Это то количество приговоров, которые судебная система вынесла в отношении людей, признанных виновными в уклонении от мобилизации. И мы говорим о статье, соответственно, 336 Уголовного кодекса. И 111 приговоров это количество условных приговоров. То есть, человек был признан виновным в совершении преступления, но суд посчитал возможным его исправление без лишения свободы. И, соответственно, человека признали виновным. У человека есть судимость, но его не лишили свободы. То есть, он отбывает приговор, по сути, продолжая жить обычной жизнью. Что значит эта цифра 111? Ничего хорошего она не значит. Она показывает, что количество приговоров, которые у нас выносятся в месяц, увеличивается. Для примера, за апрель месяц было всего лишь 80 приговоров, а сейчас 111. Ну, и если мы пойдем туда дальше, да, вглубь, так сказать, месяцов, а не веков, то мы увидим, что там были месяца, когда там и по 40 приговоров в месяц было всего лишь, а сейчас уже больше 100. Далее, 5. 5 приговоров это 5 реальных приговоров. То есть, это те приговоры, где люди понесут реальное наказание. И, с одной стороны, там есть хорошая тенденция, с другой стороны, не очень. Ну, во-первых, количество приговоров, в принципе, остается пропорциональным. То есть, количество реальных приговоров, оно где-то составляет 4%, 5%. И это вот такая постоянная цифра, здесь стабильность есть. Далее, что хорошего? Хорошего здесь то, что люди понесут наказание не максимальное. То есть, в основном наказание это 3 года. То есть, минимальная санкция, как мы знаем, там от 3 до 5 лет. Здесь же люди в основном несут 3 года и меньше. Ну, а плохо то, что суды в этом месяце, по меньшей мере, не заменяли более легким наказанием. То есть, если в прошлые месяцы мы видели, как заменяли там исправительными работами, например, да, и вынося реальный приговор, вместо ограничения свободы устанавливали, соответственно, исправительные работы. То в этом месяце такого нет. Все понесли наказание в виде лишения свободы. Ну, те 5 человек, которые получили реальные приговоры. И один, один, это оправдательный приговор. Хорошая тенденция, ну, хорошая в том смысле, что есть оправдательные приговоры. Кого же оправдали и что еще в этом приговоре есть интересного, мы с вами сейчас и посмотрим. Ну, а перед этим хочу напомнить, что у меня есть также телеграм-канал, в котором я выкладываю больше полезной информации, чем на ютуб-канале. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. Итак, что же интересного есть в приговоре, в единственном оправдательном приговоре, который был вынесен за май 23-го года. Ну, во-первых, в отношении кого он? Он вынесен в отношении представителя такой религиозной организации, как Свидетели и Яговы. А второе, что интересное, а интересно то, что там фактически зафиксировано нарушение со стороны ТЦК и ИСП. Давайте посмотрим этот приговор. Итак, мы видим, что это свеженький приговор 24 мая 23-го года. Тячевский районный суд Закарпатской области. Что интересно, именно этот суд уже выносил оправдательный приговор в отношении представителя религиозной организации Свидетелей и Яговы. И в то же время, именно этот суд выносил первый приговор, обвинительный и реальный приговор за отказ по убеждениям. То есть, человек ссылался на то, что он по своим внутренним убеждениям не может убивать людей, но его убеждения не были приняты во внимание. Кстати, видео об этом у меня есть, и я ссылочку на него оставлю в описании к данному ролику. Итак, что интересного? Вот давайте посмотрим этот приговор. Что пояснил, вот что установил суд и что пояснил обвиняемый. Вот мы читаем, вот отсюда начнем. Допытанный в судовом заседании обвинуваченный, винув чинене инкриминованного ему криминального правопорушения, предбаченного ст. 336 КК Украины, не визнав, та показав, и вот сейчас внимание, что он показал, что 2 березня 2022 года, перебывая в адреса, он вернулся до працивника прикордонной службы с метою дизнатися про возможность перетину державного кордону особам, у яких у військовому квитку зазначено про проходжение на військово-альтернативной службы. Проте тогда он был затриманным працивниками прикордонной службы и переданным представникам информации 3. Не указывают кому, да, но мы понимаем, что, скорее всего, в ТЦК ЕСП его передали. Еще раз, обратите внимание, человек обращается на границе, судя по всему, к прикордонникам, а те, вместо того, чтобы ему что-то пояснить, задерживают и передают в ТЦК. Но это еще не все. Дальше смотрите. Близько 17-й годыни его было доставлено до ТЦК, где он был до 3 березня 2022 года, то есть сутки он там, добу он был. Перебывая у информации 4, он пояснил, что есть членом релігийной организации Релігийный центр святки в ЄГОВИ в Украине. И в 2011 году он проходил альтернативную службу, про что заявлено у его військового квитка. Проте представники информации А3 поведомили, что, соответственно, закону про мобилизацию, ему необходимо пройти військово-лекарскую комиссию, на что он погодился. После чего он сообщил представника військово-лекарской комиссии, что жодных физических вад, которые бы ему давали возможность не проходить військовую службу, у него нет. Ну, вот здесь я и пришел к выводу, что его доставили в ТЦК, да? Ну, а где еще ему могли сразу... Где сразу человека могут отправить на медкомиссию? Вот так, моментально. И где есть эти врачи? Ну, конечно же, в ТЦК. А дальше давайте читать. Так, как было поздно, его оставили на наступный день. То есть человек уже сутки провел в ТЦК, но он дальше остается в ТЦК. Далее. Наступного дня, ближе до вечера, ближе до вечера, йому дали можливість написать пояснення, у яких він обґрунтував, по яких причинах відмовляються від проходження військовой службы. То есть человека задержали и, собственно говоря, пару дней держали в ТЦК. Ну, это вообще прекрасно. И это зафиксировано в приговоре суда, да? Ну, ну, а главное для нас что? Главное для нас, конечно, другое. Главное для нас вывод суда. Суд признал особу невиноватым у вчиненні криминального правопорушения, передбаченного статтею 336 Криминального кодекса Украины, та выправдав узвязку звицутністью в його діях складу криминального правопорушения. Вот это самое главное. Вот это самый класс. Но, конечно, конечно, здесь вы скажете, стоп, так ты ж нам объясни, почему его все-таки признали невиновным в связи с тем, что его там держали пару дней в ТЦК, либо в связи с тем, что он по религиозным убеждениям не подлежит мобилизации. Ответ сейчас покажу. Ответ вот здесь находится. Вот читаю. Как установлено, у судовому заседанні медичное обстеження під час мобілізації з метою визначення придатності до військової служби не проходив, та в установленному законом порядку постанова про придатність його до військової служби не виносилась, а тому були відсутні підстави для вручення йому повістки на призов під час загальної мобілізації. Жодних доказів того, що особа у встановленому закон порядку пройшов медичне обстеження та був визнаний придатним до військової служби, а також доказів про відмову особи від проходження відповідно до медичного огляду стороною обвинувачення надано не було. То есть, чоловіка освободили від уголовні від відповідноSі не тому, що він може в цьому ситуацій від від служби по религізному бувіжді, а освободили його по другої причині. ВЛК не було проведено. ВЛК не провели и никаких доказательств того, что проводили для него ВЛК как следует, просто не было. Понимаете? И все, нет ВЛК, нет уголовной ответственности, потому что не может быть призыва в этом случае. Вот что подтверждает суд. Ну и кстати, внимательные заметили, что вот здесь идет особо 8, а здесь особо 13. Я думаю, это опечатка просто, да, в принципе, речь идет об одном и том же человеке. Итак, подводя итоги, что мы можем сказать? Чему учит нас это решение суда? Ну, тому, что, во-первых, судебная система может выносить оправдательные приговоры. Очень плохо, что все-таки оправдательных приговоров остается меньше 1%. Но практическая ценность, какая этого решения суда? Она заключается в том, что мы теперь прекрасно понимаем, четко и однозначно мы видим, без прохождения ВЛК не может быть призыва по мобилизации. Нельзя призывать человека, пригодность которого к воинской службе не установлена ВЛК во время проведения мобилизации. Об этом четко сказал суд. И, в принципе, это четко соответствует тем предписаниям, которые есть в законе ПРО ВО ИВС. Воинская обязанность и воинская служба. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok